Здравствуйте, это программа Фокусе Событий, меня зовут Анатолий Никитин. Сегодня поговорим про законопроекты, которые касаются бездетных. И на этот раз речь пойдет не про налоги и не для ужесточения, которые могут коснуться этой категории граждан. Мы расскажем о привилегиях, которые они могут получить. Сменился вектор? Оттепель для бездетных? На самом деле это как раз привилегии, которые помогут бездетным в итоге обзавестись детьми. Конкретно речь идет о женщинах. В Госдуме разработали законопроект, запрещающий работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам в связи с отсутствием у них детей. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. Как связаны рабочие перспективы и отсутствие детей, думаю, многие уже понимают. А если нет, то мы поясним. Точнее даже не мы, а сами авторы законопроекта, который все расписали в пояснительной записке. Далее цитата. На практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком. В целях исключения такого буквального толкования работодателями нормы части 3 статьи 64 ТК РФ законопроектам предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей. А то ишь чего удумали, перестраховываются, против подъема демографии выступают. В законопроекте также прописаны и другие меры поддержки. Например, есть пункт, который не позволит работодателю отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Кроме того, авторы инициативы предлагают повысить с 1,5 до 3 лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе. Если вы не совсем поняли, что тут подразумевается, значит вы с этим еще не сталкивались. Сами же авторы законопроекта особо обращают внимание на то, что дали еще одна цитата «Законопроект разработан в год семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин». Разработан в год семьи, но и в другие годы будет актуален. Ну, если поддержку получит. Мы тут сегодня говорили о том, как защитят женщин, которые ищут работу. Ну и работающих, чтобы они эту самую работу не потеряли. Но оказывается, россияне вообще стали заметно меньше опасаться потери рабочего места. И в данном случае речь уже о представителях обоих полов. Согласно исследование, которое провели специалисты Центра института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы, за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%. Все больше специалистов уверены, что при необходимости смогут найти новое место со схожими условиями. То есть не просто уйти в никуда, а куда-то, да еще и на схожих условиях. По мнению экспертов, такие результаты опроса говорят о том, что завершился переход от рынка работодателя к рынку соискателя. И в перспективе тренд продолжится, ведь безработица будет по-прежнему низкой, зато доходы работников будут расти из-за новых мер стимулирования найма крупными компаниями. Кроме того, выросла доля работников, которые в рамках опроса заявили, что в их подразделении или в организации обострилась проблема дефицита кадров. В минувшем году так ответили 53% респондентов, сейчас таких уже 63%. Проблема дефицита кадров, а вы говорите, бездетным женщинам в найме отказывают. Непозволительная роскошь при таком-то раскладе. Может быть и законопроекты отдельные не понадобятся. Рыночек сам порешает. Это была программа «В фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова